Пока я был на трехнедельном отдыхе на Малой Родине, я успел сильно соскучиться по вам и вашим лекциям. У меня есть четыре вопроса к вам. Можно было сказать, у меня четыре вопроса. Коротко и ясно. Чем короче, тем красноречивее. Ведь человек должен максимально с пользой использовать свое время. И в то же время он должен уделять время и для отдыха. Не могли бы вы рассказать немного о том, как и сколько времени должен отдыхать мозг, тело и сердце человека. Посланник Аллаха рекомендовал уделять одну третью часть суток на сон, то есть максимум восемь часов в сутки, включая короткий дневной сон. Не больше восьми часов, от шести до восьми часов. А сердца находят покой только в поминании Аллаха. Нужно чаще поминать Всевышнего, ложиться пораньше и вовремя позаботиться о своем здоровье. Это еще зависит от особенностей каждого индивида. Например, посланник Аллаха, когда сильно уставал, говорил Белялу, да будет доволен им Аллах, дай нам отдохнуть, о Белял. И Белял, да будет доволен им Аллах, кричал азан и они выстаивали молитву. Также пророк не запрещал есть тем, кто хотел вкусно поесть, например. Одна из сестер сегодня мне говорит, что у любви много языков. Некоторые женщины довольствуются комплиментами и общением, а не букетом цветов. А другие обрадуются новому платью. Точно так же и у мужчин. Некоторые любят, когда их хорошо кормят, некоторые отдыхают от приятных слов жены, а другим нужно массаж сделать. Так значит, пути достижения покоя и отдыха у всех разные. Ну и конечно нельзя провести всю свою жизнь, только отдыхая. Как мне кажется, для человека нет лучше отдыха, чем вовремя выполненные молитвы и полноценный сон. Нужно стараться и заниматься спортом, ходьбой, например. А знаете ли вы о достоинствах ходьбы? Посланник Аллаху алейиссаляту ассалям сказал о том, что тому, кто пешком из дома отправится в мечеть для коллективной молитвы, тому запишется за каждый шаг, сделанный им туда. И тому, кто жил за чертой города, который спросил пророк алейиссаляту ассалям о том, можно ли ему переехать поближе к мечети. Он ответил, нет, не делай этого. Поистине тебе запишется награда за каждый твой шаг, направленный в сторону мечети. Под этими словами можно понимать и то, что пешие прогулки полезны для человеческого организма. Так же посланник Аллаха алейиссаляту ассалям говорил, что человек должен питаться умеренно, столько, сколько нужно для поддержания сил организма. Мы не были сотворены для того, чтобы есть и пить. Мы сотворены Творцом только для поклонения Ему. И мы, люди, должны есть столько, сколько необходимо для поддержания сил, для совершения поклонения. Еда – это обычная потребность, как одежда или как вот эти очки, например. Очки мы используем только в том случае, если у нас ухудшилось зрение, для того, чтобы видеть лучше. Или как микрофон этот, который используется при необходимости для доведения голоса говорящего широкой массе людей. Еда, пропитание, не главная задача нашей жизни. Мы не созданы для того, чтобы есть. И поэтому говорится, что неверный наполняет едой свои семь кишки. Если прям уж так сильно хочешь получать удовольствие от еды, то пусть твой желудок на треть будет заполнен едой, одна третья водой и одна третья воздухом, уважаемые братья. Так вот, питание должно быть правильным. Пророк Алейиссаляту ассалям одобрял ходьбу, а также правильно совершенный намаз из двух ракатов, то есть правильное произношение сур в молитве, правильное руку, правильное положение рук в земном поклоне и так далее. Это все приносит столько же пользы и наслаждения твоему телу, как час тренировки, проведенный в спортзале. Побольше совершайте земных поклонов, и когда вы ставите кисти рук у головы, живот ваш должен тянуться назад, вверх, а кисти рук твердо упираться о землю. Ну а если наоборот, живот болтается, а руки тянутся назад или вверх, то знаете, что вы неправильно совершаете земной поклон. То есть вы касаетесь кончиком носа земли в земном поклоне, кисти рук у головы, а локоть приподняты. При этом живот не касается верхней части бедра. Вот при таком совершении сурджуда земного поклона, ваш живот автоматически подтягивается. Если такое подтягивание живота совершалось бы пять раз в день, то некоторые уже давно стали бы обладателями тех самых заветных шести кубиков на животе. Вот такой вот порядок, уважаемые братья. Это я к тому, что нужно следовать тому, что говорил Мулла, и не делать того, что делает он. Когда наш достопочтенный пророк, алейиссаляту ассалям, разговаривал с людьми, каждый думал, что он любит его больше остальных. С кем бы он, алейиссаляту ассалям, не беседовал, каждый думал, что он его любит. Если на собрании присутствовало тысячи человек, сердце каждого переполнялось счастьем от мысли, что он любимее посланнику Аллаха, алейиссаляту ассалям, всех остальных присутствующих. И однажды на одном из таких собраний один нетерпеливый сподвижник, умиляясь от переполняющих его чувств, вскочил и спросил посланника Аллаха, алейиссаляту ассалям, у посланника Аллаха, кто тебе любимый из всех людей? Надеюсь, что пророк, алейиссаляту алейиссалям, ответит, что он ему любимее всех. Посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, ответил, Аиша. Он застеснялся и сказал, я имел в виду из мужчину посланника Аллаха. Пророк, алейиссаляту ассалям, ответил, ее отец. Кто ее отец? Верно, Абубак Рассиддек, да будет доволен им Аллах. Он спросил, а затем? Но и в этот раз он услышал не свое имя. И боясь, что он окажется последним в списке тех, кого он называл. Он остановился. Что я хочу этим сказать? Хочу сказать, что приветливое выражение лица и улыбка при общении с другим человеком является одним из качеств нашего пророка, алейиссаляту ассалям. Когда я учился в Мекке, каждого из арабов, кто бывал в нашей стране, спрашивал о своем народе, о кыргызах. Все хотел услышать от них хвалебные слова о нашем народе. У нас нет ничего из того, чем мы могли бы хвастаться, кроме удивительной природы и народа. И все с восторгом рассказывают о нашей природе. А я все хочу услышать о людях. Я спрашиваю, ну а люди там какие? Они отвечают, а люди у вас совсем не улыбаются. Все смотрят на тебя с подозрением. Вот так они говорят о нас, уважаемые братья. Поэтому, дорогие братья, давайте учиться улыбаться друг другу. Улыбка обладает волшебной силой. Улыбка вселяет счастье в сердца людей. И она же является сунной посланника Аллаха, алейиссаляту ассалям. Если у нас кто улыбается, на него подумают, что он сошел с ума. Вот Акаев всегда улыбался, а мы его недолюбливали. Теперь, когда его нет, все говорим, какой же хороший человек был, да смелуются над ним Аллах. Конечно, он живой, просто из-за того, что его уход люди ассоциируют с его концом. Мы, шутя, говорим на него, рахматуллах алейхи. Хотя он был улыбчивым, приветливым человеком, большим ученым, который всегда улыбался. Это и является сунной пророк, алейиссаляту ассалям. Поэтому мы должны воспитать в себе нравственность, которой обладал наш посланник Аллах, алейиссаляту ассалям. Расскажите о скрежетании с зубами во сне. Я ждал вас с нетерпением. Это все от нервов, уважаемый брат. Попросите прочитать на себя рукою, вам станет легче. Это все от нервов, вообще не переживайте. Когда посланник Аллах, алейиссаляту ассалям, сидел со своими сподвижниками, к ним зашел некий человек. Он, саллиллаху алейиссалям, сказал своим сподвижникам, не поведать ли вам о том человеке, который обрадован раем еще при жизни. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, ответили, поведай нам о посланник Аллаха. Тогда посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, указал на того человека, который зашел к ним. И так повторялось три дня. Вот тогда один из сподвижников решил проследить за этим человеком. Этот человек еще живой, но уже обрадован раем. Чем это он заслужил такое достоинство? Так он пришел домой к этому человеку и сказал, что его отец выгнал его из дома и попросился пожить у него пару дней. Тот человек пригласил его домой. Он пожил у него три дня и не нашел ничего особенного в его поклонении. Он совершал молитвы так же, как и все. Дополнительных поклонений он почти не совершал. Не найдя ничего особенного в его поклонении, на третий день он решил спросить у него напрямую и сказал, «Брат, меня отец не гнал из дома. Хвала Аллаху, у нас с ним хорошие отношения. Я просто хотел пожить с вами три дня и узнать, за что же вы удостоились такой милости от Всевышнего. Ведь посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, говоря, не поведать ли вам о том человеке, который обрадован раем еще при жизни, указал на вас. Хотя вы ничем не лучше нас в плане поклонений». Тогда тот человек ответил, «Я и сам не знаю, чем я заслужил такую награду». «Как ты и сам видел, я ничем не отличаюсь от вас». Сподвижник, подумав, что в словах посланника Аллаху, алейиссаляту ассалям, возможно, кроется другая мудрость, собирался уходить, как тот человек остановил и сказал, «Но у меня есть одна привычка, возможно, она и есть причина такой награды». Каждый вечер после совершения ночной молитвы, отправляясь спать, я вспоминаю все, что было за день. И каждого, кто обидел меня или попирал мои права, я прощаю ради довольства Всевышнего и отпускаю их из своего сердца. А у того, кого я обидел, делаю твердое намерение пойти и попросить у него прощения на следующий день. Таким образом, я очищаю свое сердце от ненависти, зависти, мести и с чистым сердцем ложусь спать. Сподвижник восторженно сказал, «Вот оно, это истина!» И тот человек не скрижетал зубами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!